Четыре месяца, как на Алтае, проворачивается мусорная реформа. Да так, что некоторые депутаты выступают за ее отмену, мол, регион к такому не готов. Сбои система дает и в краевой столице. В частном секторе бестарная система сбора мусора. Пакеты выстраиваются вдоль дороги, и тут главное, чтобы их успели забрать, прежде чем их растащат собаки. На момент съемки 11 часов дня. Мусор может стоять и после обеда, объясняет руководитель ТОС Виктор Юдин. А это как-то будет решаться? То есть будет заключен какой-то договор с прописью конкретных часов? Ну, он бы как бы и определен, но не соблюдается. Происходит ли это потому, что рекоператору не хватает машин, неизвестно. В целом же, по словам Юдина, они нашли общий язык с рекоператором и договор заключили, что сделали далеко не все управляющие компании города, хотя официально такой информации нет. И пока уборка выглядит так. Это не твердый коммунальный отход, но все же мусор, и люди тащат его к мусорке, а другие смотрят и приносят в общую кучу. Рабочие опустошают портал, подбирают за собой, и на этом свою работу считают законченной. Рекоператор выгрузил, уехал, а мусор вне портала остался. До января 2019 года контейнерные площадки и сами контейнеры были в ведении управляющих компаний. После января складывается ощущение, что никто не знает, за что отвечает. Содержание контейнерных площадок отвечает орган местного самоуправления. Под содержанием включается в себя организация контейнерной площадки, а ее строительство и оборудование в соответствии с нормами САНПИН оборудования, ее баками для сбора отходов. Начнем по порядку. Контейнеры. В телефонном разговоре рекоператор сообщил, что покупать их должны УК, или брать в аренду у него же. А по постановлению правительства, приобретать баки должен рекоператор. Правда, такие расходы в тариф сейчас не включены. Но и рекоператор за 4 месяца работы ни разу не обратился в краевое управление ценообразований, чтобы разрешить проблему. Теперь вопрос уборки. Еще одно постановление сообщает, что из обязанности управляющих компаний уборку контейнерных площадок вычеркнули. Надзорный орган, жилинспекция, оперируя другим документом, сообщает. Уборку контейнерной площадки должна осуществлять управляющая организация, а уборку мест погрузки при транспортировании, допустим, с контейнерной площадки ТКО в мусоровоз, если что-то просыпалось, то это лежит обязанность на региональном операторе. Нечеткое законодательство оборачивается такими дворами. Складируемый рядом мусор не поднимает ни УК, ни рекоператор. Все эти моменты как раз и мог прояснить договор, но заключить его не могут. Коммунальщиков не устраивают условия, которые туда вписал рекоператор. Например, там есть такие пункты. Если проезд к мусорке невозможен, рекоператор уезжает, а услуга считается оказанной. То есть люди платят ни за что. Или за долги населения рекоператор имеет право расторгнуть договор с управляющей компанией. Но кто тогда будет убирать мусор, если рекоператор монополист? А ответственность перекладывается на УК, хотя она в данном случае лишь посредник, но будет отвечать за долги жителей. Получается по факту, что если я исполнитель услуг, я должен стопроцентно рассчитываться за ресурсы, которые предоставляют мне. Я вообще считаю, что это определенный узаконенный механизм банкротства управляющих компаний. Долгое время был. Некоторые управляющие компании отсылали рекоператору свои предложения, но в ответ получали отказ. Тем не менее, по словам экспертов, коммунальщики и рекоператор ведут переговоры. За четыре месяца два совещания. А каждый день во дворах растут горы мусора. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.